Зураб Георгиевич, здравствуйте! Вы являетесь начальником отдела социально-гигиенического мониторинга управления Роспотребнадзора Российской Федерации по Республике Ингушетия. Расскажите, пожалуйста, сейчас во всем мире пандемия. Как в Ингушетии борются с COVID-19? Вы знаете, особенностей в Республике Ингушетии никаких нет. Есть ряд нормативных документов Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, правительства Российской Федерации, которые регламентируют нашу работу. Но если немножко раскрыть скобки, то мы занимаемся... У нас надзорная функция Роспотребнадзора. Естественно, что работу выполняют сотрудники Министерства здравоохранения, непосредственно доктора оказывают процесс лечения. Мы контролируем... У нас есть лаборатория, которая проводит исследования, мониторит ситуацию. Идет ежедневный подсчет пациентов, новых заражений, выздоровевших, скончавшихся, если такое имеет место быть. Но, к сожалению, имеет место быть, да. Ну и контроль роста этой заболеваемости, обсуждение причин, почему это происходит и так далее. Когда в Ингушетии выявили первые случаи заражения COVID-19? Это практически так же, как по всей стране. Это весна прошлого года. Дело в том, что могу сказать однозначно, что так же, как и все остальное население, сначала был нигилизм определенный, что это такое, что это, значит, все придумано. Потом стал вопрос истерика, а что делать, чтобы мы не умерли. Ну и потом потихонечку население тоже пришло к пониманию о том, что заболевание есть. Бояться не надо, надо лечиться. Надо применять определенные меры профилактики, в том числе, о которых говорит Роспотребнадзор. Ну, в данном случае, если мы говорим, экстраполируем на Республику Абхазия, то санабетслужба. В каждой республике свои методы лечения COVID-19. Как это происходит в Ингушетии? Своих методов нет. Мы не придумываем, как говорится, не изобретаем колесо. Но надо признать, что инфекция достаточно молодая для населения земного шара. Поэтому доктора в процессе того, как сталкиваются с инфекцией, понимают, что она может быть достаточно многообразна. Эта информация собирается, анализируется. На этом основании научные институты, федеральный Минздрав дает новые и новые рекомендации, более углубленные понимания, допустим, кислородотерапии, к примеру. Необходимость перевести пациента на искусственную вентиляцию легких, интубирование за и против этого процесса. Очень много конференций прошло. Правда, онлайн, к сожалению, потому что ситуация была такова напряженная. Но, тем не менее, реаниматологи всей страны, региональные, на федеральном уровне, в том числе с приглашением специалистов из-за рубежа Европы, обсуждали процесс лечения до мельчайших тонкостей, до применения, допустим, до дозировок применения конкретных препаратов. И потом все это ложится в рекомендации, которые расходятся по остальным лечебным учреждениям и применяются. И можно сегодня сказать, что достаточно успешно уже применяются. Вообще, смертность высокая в республике. Она не выходила за рамки среднестатистической российской, я бы так сказал. А смертность по России ниже, чем во многих странах мира. Сейчас идет вакцинация спутником ВИ. Вакцина прибыла и в Абхазию. Как в Ингушетии проходит вакцинация? Сколько человек уже сделали прививку? Многие по сей день не верят в вакцину, так же, как и в COVID-19. Так же, как и не верят в докторов, так же, как не верят в правительство, так же, как и не верят вообще. То есть, это вопрос не то, что они в вакцине не верят, а в том, что это образ жизни конкретных людей, недоверие. Я часто с этим сталкивался, потому что вопрос вакцинопрофилактики – это мой прямой вопрос. Но в данном случае я занимался аспектами вакцинопрофилактики детских инфекций, так называемых управляемых инфекций. Но в том числе и после появления вакцины от COVID-19, в том числе и вакцинации от COVID-19. Но что могу сказать? Никилизма хватает везде. Но люди стали понимать, что есть аспекты безопасности и профилактики. Тем более, когда появились случаи повторных заражений. Один раз перенеся достаточно тяжело, но не хочется второй раз попадать. Или видишь, как родственник мучается. Но надо заметить, что после выписки и стационара это заболевание практически не заканчивается. Мы сейчас это видим. Есть ряд осложнений. И, к сожалению, и мои старшие друзья и товарищи погибли буквально в течение этого года. Несколько человек от постковидных осложнений, от тромбозов. В течение шести месяцев это является проблемой после окончания лечения. Соответственно, надо принимать профилактические мероприятия. Надо принимать препараты профилактические, кроверазжижающие, витамин D. Надо поддерживать организм. То есть, после окончания лечения еще нужно продолжать профилактику? После окончания лечения, понимаете, организм человека находится в таком состоянии. То есть, он как заведенный, если так можно сказать, этим вирусом. Что работает он немножко по-другому. Сейчас есть такое выражение. Он очень красивый, и, видимо, в ходу будет достаточно широко. Ковидный туман. Говорят, что это такое. Но не совсем так хорошо работает мозг, допустим, как раньше. К примеру. Но это результат воздействия той инфекции, о которой мы говорим, на сосуды головного мозга. И, соответственно, через сосуды головного мозга уже непосредственно на ткань мозга. Забывчивость такая какая-то появилась. Вот, значит, там головные боли это могут быть. Какие-то субъективные жалобы, которые не попадают ни под какое конкретное заболевание. Вот, общесоматическое состояние, ну, что-то не очень. Вот, дышать тяжело, да, в том числе. И так далее, и так далее. То есть, осложнение есть. Многие в Ингушетии уже сделали вакцину. Ну, я могу сказать, что перевалило за 2000. Значит, дело в том, что вакцинация началась в декабре прошлого года. Но есть определенные нюансы. Вы понимаете, вакцина «Спутник Ви» она достаточно сложна в каком плане? Техническом. В транспортировке и в хранении. То есть, там минусовая температура. То есть, нужно соблюдать определенные условия, чтобы вакцинация прошла эффективно. Чтобы это было небессмысленно. И срок годности этой вакцины всего полгода. Поэтому так, чтобы прислать, допустим, на всю республику, любую, на все население, ну, так не получается. Потому что она просто пропадет. Физически невозможно привить там за 2-3 месяца, скажем, 500 тысяч населения, грубо будем говорить, Ингушетии. Из них, значит, минус 10 где-то 160. Ну, вот посмотрите, оставшееся количество людей, которые надо привить. Поэтому она поступает дробно. Есть планирование в Минздраве федеральном по регионам, соответственно, заявочки с каждого региона. И в соответствии с этими заявками в плановом порядке поступает, вакцина заканчивается, поступает опять, заканчивается, поступает опять и так далее. В общем, по Российской Федерации порядка 5 миллионов человек привито. Но это, конечно, очень мало. То есть мы должны с вами понимать, что для того, чтобы инфекция остановилась, и чтобы она перестала так разгульно двигаться по нашему организму, надо, чтобы было привито не меньше 70% населения. Плюс переболевшие. Но если мы посмотрим на Российскую Федерацию, допустим, условно скажем, что взрослое население порядка 100 миллионов приблизительно, то 70 миллионов на привить. Вот представьте себе, какой огромный объем работ надо провести докторам и медсестрам, чтобы это произошло. То есть переболевшие тоже должны сделать вакцину? Я назвал цифру «плюс переболевшие». То есть с учетом того, что у них вероятность повторного заражения значительно ниже. Но вот есть ряд случаев, в том числе и у меня, когда я достаточно легко переболел и практически иммунитета не развелась. После чего я пошел и привился. То есть если антитела достаточно высокие, титры антитела достаточно высокие, то, соответственно, есть по меньшей мере полгода, когда по этому поводу стоит не думать. Получается, когда ты легко переболел, антитела не вырабатываются? Ну и такое тоже случается. Есть случаи, когда не выделяется пациент-диагностика, не может определить заболевание. На самом деле человек не выделяется, вирус и все. То есть не все случаи клинические попадают под книжные, так скажем, чтобы вот прям как в учебниках написано. Есть какие-то определенные особенности организма. Соответственно, под это нужно подстраиваться. С каждым пациентом надо работать отдельно. Везде изначально был объявлен карантин, но сейчас в связи с вакцинацией есть какие-то послабления в Ингушетии? Да, послабление пока рановато немножко. Еще раз вернемся к тем цифрам, о которых я говорил. 70% населения надо привить взрослого. Понимаете? Сегодня Российская Федерация одна из немногих стран мира, в которой относительно стабильно идет уровень заражения. Не факт, что так будет продолжаться. То есть это надо понимать. Тем более, что если мы смотрим на Европу, она изолирована, вся красными зонами подчеркана. Если мы смотрим на Индию, там вообще кошмар, что происходит. Я имею в виду в каком плане? По количеству зараженных в сутки, это полторы Абхазии в сутки заражаются, если по населению посмотреть. Конечно, это страшно, это опасно. И поэтому руководство Российской Федерации приняло решение помогать Индии, в том числе и вакцинами. И индийские заводы будут производить российскую вакцину именно спутниками, для своих собственных нужд. Сейчас создаются и другие вакцины. Как вы считаете, это борьба вакцин или борьба умов? Я бы сказал, борьба умов. Когда стало понятно, что вакцина – это единственный способ профилактики конкретной инфекции, стартовало около 150 вакцин. То есть 150 вакцин начали разрабатывать. До финиша, конечно, дошли не все. Но в Российской Федерации начало разрабатываться 4 вакцины. Каждая из них на разной технологической площадке. Но в итоге 3 уже действующие, фактически, апробированные вакцины есть. Первая из них, конечно, это спутник ВИИ. Вспутник ВИИ в 60 странах ВИИ? 64, да. Но этот процесс постоянно движется, поэтому мы с вами сегодня можем уже ошибиться там на 2-3 страны. До этого в Абхазии заболеваемость COVID-19 снизилась, а сейчас она увеличивается. Что посоветуете? Вполне естественный процесс, к сожалению, на территории Российской Федерации, в частности, ближайшего програничного Краснодарского окрая, проходят точно те же процессы. Может быть, они сегодня несколько ниже на душу населения, но это не факт, что ситуация не изменится в течение ближайших 2-3 недель. Советовать могу только то, что советуют доктора и советуют эпидемиологи. Значит, первое, надо прививаться, ребята, это однозначно, это даже не обсуждается. Второе, надо понимать, что даже если ты привился, то нет гарантии, что ты не можешь перенести эту инфекцию и заразить кого-то из ближних. Если ты сам переболеешь, допустим, легко, то ты можешь кого-то заразить. Поэтому пока точка отчета не пройдена по иммунной прослойке, да, общей на территории, в принципе, все изоляционные меры должны собраться с большей или меньшей степенью, конечно. Ну, давайте вот такой житейский какой-нибудь пример, чтобы было понятно, что, ну, давайте так, где можно заразиться? С силу нашего менталитета? Ну, допустим, менталитет и плюс то, что мы обычные люди, да. Ну, смотрите, массовые мероприятия, да. Это реально, это подтверждено, и не только в Абхазии, и в СКФО, естественно, Кавказ, мы все похожи, это свадьба по корону. Понимаете? Это однозначно. То есть после этого начинают люди поступать. Причем эпидемиологическое расследование, когда идет, вот ты понимаешь, что явно из этой свадьбы, явно через такое-то количество времени, ага, а не родственники, начинаешь выяснять, а кто еще на этой свадьбе был, и уже ждешь, что они поступят, или идешь к ним, как говорится, сам, да. Это раз. Теперь, ну, различные массовые увеселительные мероприятия. Но это бывает достаточно редко, тем более сейчас, как говорится, гаечки подзажали немножко, да. Поэтому, вот, если вы слышали, наверное, вот, значит, приняли решение не проводить бессмертный полк в том его варианте, в котором он был предусмотрен, значит, какая-то электронная версия и так далее. Почему? Потому что мы понимаем, что десятки тысяч людей выйдут на улицу, идя в толпе, да, вероятность заражения значительно больше. Следующим этапом, что у нас получается? Общественный транспорт. Там, где мы близко сидим, и там, где закрытое помещение, да, то есть закрытые окна, там, и так далее, и так далее. То есть, соответственно, следующий этап – это аптеки. То есть, куда мы часто ходим, да? Ну, магазины продуктовые тоже можно назвать в том числе, и так далее, и так далее. Вот, с большей и меньшей степенью вероятности, вот, в этих учреждениях контролируется маслочный режим Российской Федерации. Торговые центры, да, и прочее, и прочее. То есть, ну, часто, часто видишь такую картину, когда маска одета вот так. Понятно, я вам покажу это. Я просто покажу, и всем будет смешно, да? Вот так, допустим, или вот так. Ну, знаете, что такое? Это самоуспокоение, никакого отношения к эпидемиологической ситуации не несет. То есть, человек, в принципе, себя обманывает, успокаивает тем, что он маску одел, все будет в порядке. Но, по большому, вы видите, да, рефлекс, да. Но, дело в том, что, если одевать маску, надо одевать ее правильно. То есть, надо соответствовать тем стандартам и рекомендациям, которые дают эпидемиологи. Многие вообще не верят, что маску одевать, антисептики, многие в это не верят. Говорят, маска мне вообще не поможет. Понятно. Ничего в 100% жизни не бывает, да? Всемирный эквивалент экономический – это золото. Тоже не бывает 100, бывает 3 девятки. Какой-то процент все-таки примеси остается. Маска тоже не дает 100% гарантии незаражения. Она дает определенный процент по разным источникам незаражения здорового человека от больного, если здоровый одел маску. Она дает меньше процент незаражения здорового от больного, если больной одел маску. Но если оба в маске, вероятность очень высока незаражения. То есть соблюдать надо с двух сторон условия. Это раз. Второе, когда мы говорим о мытье рук. Знаете, приведу вам такой реальный факт статистически. За этот период ковида по Российской Федерации, в частности по СКФО, значительно снизилось количество кишечных инфекций. О чем это говорит? Говорит о том, что ручки мы в принципе не умели мыть. Значит нет худа без добра. Соответственно мы стали чаще обрабатывать руки дезинфекторами, тем более более эффективно. И стали меньше болеть не только ковидом, но и другими инфекционными заболеваниями. Это лишний раз подтверждает эффективность работы, обработки, прошу прощения, рук. И потом маска имеет еще один эффективный момент в психологическом плане. Человек дотрагивается до лица подсознательно, неосознанно. Не считает количество раз, которые он там допустим дотронулся до лица. Когда на лице маска этого не происходит. Народный предмет. Даже если он дотронулся до маски, он понимает, что это что-то не то. И реже дотрагивается до лица, то есть вероятность заражения ниже. Не произойдет ничего сверхъестественного в маске. Это не панацея. Это одна из схем, методик обезопасить себя и своих близких от инфекционного заражения. Только комплекс методических рекомендаций, исполнение методических рекомендаций даст возможность пройти вот это напряжение эпидемиологическое, пройти достаточно безопасно для себя и своей семьи. Сколько у нас не вводились ограничений, не призывали бы медики соблюдать меры предосторожности, многие все же не соблюдают эти правила и жалеют об этом только когда заболевают. Наверное, должно прийти и осознание того, что нужно соблюдать эти меры. Вы знаете, я вспоминаю 12-й год, когда в Творчале была эпидемия кишечной инфекции. И я выезжал туда, чтобы общаться с населением, просто чтобы поговорить и уговорить их пить кипяченую воду. На что я слышал выкрики из зала. Ты хочешь, чтобы мы мертвую воду пили? Вот это факт, реально, понимаете? То есть кипяченая вода – это мертвая вода, а та вода, в которой плещется живностью инфекция, она, значит, живая и здоровая. То есть наш нигилизм, он, конечно, зачастую совсем в другую сторону нас уводит. Я понимаю отсутствие страха перед какими-то событиями, которыми нужно, значит, принять решение единоличное. Но ведь для того и существует специалист, чтобы подсказать, как сделать так, чтобы было проще. Однако, кипяченая вода спасла в Кварчалу. Ведь мы понимаем, о чем мы говорим, да, и хлорирование воды, и кипячение ее. В какой-то период она остановила процесс новых заражений. А потом осталось только долечить, и вот уже болеющих. Сейчас все говорят, что вирус молодеет. Молодеет, вы имеете в виду, более молодой возраст болеет? Да, не то, чтобы тяжело переносить более молодой возраст. Ну, давайте так, он мутирует. Он мутирует, это естественно, и любой вирус мутирует, и мутирует достаточно быстро. Не все мутации вируса, в том числе и коронавируса, приживаются. Ну, вот, чтобы было проще, может быть, нам с вами понимать, приведу такой пример разведения собак. Вот хотят вывести люди новую породу, допустим, охотничая им нужна. Да, они начинают скрещивать между собой собак. Не все скрещенные животные могут дать потомство, которое нам нужно для того, чтобы мы вот там стали хорошими охотниками. Но те, которые получаются, идут дальше. Вот с вирусом то же самое, если грубо сказать. Мутирует он часто, но не каждая мутация проживается. Ну, сегодня, допустим, есть там британский штамм, так называемый, есть южноафриканский штамм. Кстати, на территории Российской Федерации, насколько мне известно, африканского штамма пока не зафиксировано. Британский есть свыше 200, значит, случаев. Но, что хочется отметить, у лиц с высоким титром антител британский штамм переносится на территорию России. Переносится достаточно легко. А почему отличается британский штамм? Ну, это тонкости генетические. Я думаю, мы в этот сейчас, как говорится, лезть не будем. Да, это то же самое, только немножко видоизмененное. Троюродный брат, я бы так сказал. Надо заметить другое, что на территории огромной России тоже есть свои штаммы. Уже сформировались по количеству пройденного инфекцией населения. Это естественный процесс. Давайте вспомним грипп. Почему вакцинация от гриппа делается ежегодно? И почему старая вакцина прошлого года негодна? Потому что, когда он через год наглянулся, он уже немножко другой. И под него снова делают вакцину. Это, кстати, объясняет, почему Российская Федерация, а конкретно институт Гамалея, оказался первым. Ну, понимаете, нам с вами же не поручили создать вакцину, да? Поручили тем, кто это умеет делать. И наработки института Гамалея им порядка 50 лет. И они, значит, ежегодно делают вакцину, производят вакцину от гриппа. Одни из мировых, значит, изготовителей вакцин. В данном случае является институт Гамалея. И база, на которой сделан спутник ВИИ, это фактически технологическая база. Это та же технологическая база, на которой сделан грипп. То есть для них не было ничего нового. Для них была только новая инфекция, а механизм работы у них уже был готов. Поэтому они оказались первыми. И я, ну, в том числе я читаю лекции по районам, по поводу вакцинопрофилактики. Ну, в данном случае от коронавируса. И сотрудникам, потому что нигилизма хватает среди медиков в том числе. И населению там, значит, ну, когда получается собрать там какой-то более-менее объем актив, там, допустим, села, да, района и так далее. И всегда возникает вопрос, а с чего это мы первые? А почему это так получилось, что Россия вдруг первая? Не верим. Я говорю, послушайте, ребята, ну, вообще-то гордиться надо. А во-вторых, ну, Гагарин тоже был у Советского Союза? Может, Гагарина не было? То есть люди настолько отвыкли, что мы можем где-то в чем-то оказаться первые, что автоматически не доверяют тому, что происходит. Плюс, конечно, хорошо работает интернет, хорошо в кавычках. Потому что информационная война – это действительно война, и ее надо уметь, ну, мы в Абхазии знаем, что такое информационная война, и постоянно с этим сталкиваемся, ее надо уметь перебороть, эту ситуацию. Даже с эффективностью, 91,4%, ну, 91,5% эффективность спутника ВИИ. Это огромный процент для вакцин вообще. Это огромный процент. То есть это вот потолок, понимаете, больше вряд ли можно что-то придумать. Поэтому говорить, что она неэффективна, это просто смешно. Говорить о том, что она небезопасная. Ну, знаете, вот есть люди, которые уже 8-9 месяцев после вакцинации живут, и у них держится иммунитет. То есть было предварительно заявлено, что до двух лет он будет держаться. Не знаю, насколько это правда, но в течение года это уже понятно. Задача, ведь, медицинского сообщества не уничтожить коронавирус. Это практически невозможно сделать. Значит, на земном шаре существует больше 40 ассеротипов коронавируса. Поэтому он будет жить с нами. Он пришел к нам, он будет жить с нами. Наша задача сделать его сезонным, если так можно выразиться. Наша задача, чтобы он стал как гриб. Приходит, уходит, к приходу мы готовимся, потом он опять уходит, по миру движется, потом опять, значит, мы к нему готовимся и так далее, и так далее. То есть тогда это заболевание не будет, ну, как вам сказать, не будет вмешиваться в экономические аспекты жизни человека, я бы сказал, и государства. Как вы оцениваете борьбу наших медиков с COVID-19 в период пандемии? Ребята, знаете, что хочется сказать. Оцениваю высоко, реально, потому что многих знаю лично. И работали не один год, понимаете. И вот, допустим, тетушка моя очень тяжело перенесла COVID-19 и лежала в Гудаутской ЦРБ. И она мне потом призналась. Следующее. Я никогда не думала, что у нас есть такие врачи, которые беззаветно преданы, которые выходили вот потом просто и падали от бессилия на траву. Вот до того они уставали, да. Но мы понимаем, что, ну, один, два, десять человек не способны решить вопрос, да. Мы понимаем, что это не только проблема Абхазии. Поэтому надо использовать все возможные способы. Если совсем плохо, приглашать в госпиталь. Замечательно было сделано. И в прошлые годы мы звали наших коллег на подмогу, и в этом нет ничего зазорного. Надо постоянно учиться. Постоянно выходят новые методички. Надо участвовать там онлайн, на тех конференциях, конгрессах реаниматологов. Надо быть, как говорится, на острее ножа. Всегда понимать, что... И, конечно, надо планировать. О планировании могу вам сказать, этот не секрет. В планировании сейчас ориентир идет осень, сентябрь. То есть подозрение на то, что в сентябре будет пик. Бог даст, этого не произойдет. Мы ошиблись, и пика не будет, или он будет подвинут. Но готовиться надо к худшему. Поэтому какой-то, наверное, какой-то резервчик, как обычно, да, и оборудование, резервчик, и лекарственных препаратов. Ну, то, что я говорю, это как бы не новость, это ничего в этом удивительного нету. И Министерство здравоохранения Абхазии прекрасно знает о том, что нужно делать. Но для того, чтобы не было массового потока одновременного поступления в больницу, и доктора, правда, не падали без сил, надо, чтобы наше население тоже немножко о себе позаботилось. В данном случае мы возвращаемся к тем моментам социальной дистанции, моменту обработки, значит, дезобработки рук и так далее, это ношение масок и прочего, и прочего, и прочего. И в завершении такой вопрос. Вы много лет проработали в Абхазии в сфере здравоохранения. Собираетесь ли вы возвращаться? Ну, я и сейчас здесь, да, конечно. Но в данном случае пока я работаю в СКФО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова